Уважаемые соотечественники, уважаемая пресса, считанные дни отделяют нас до наступления нового 2016 года и в соответствии с нашими обязательствами перед избирателями мы даем отчет о проделанной работе с момента утверждения нового состава исполнительного комитета в народном собрании. В выходящем году нам удалось вернуть Гагаузии внимание авторитетных международных структур. Впервые ситуация в автономии стала темой для дебатов на заседаниях Мониторингового комитета Совета Европы и Европейского парламента. Мы использовали эти авторитетные площадки, чтобы привлечь внимание международного сообщества к нарушениям центральными властями закона Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии. Определенные итоги этих визитов уже обозримы. Была возобновлена деятельность совместной комиссии по гармонизации республиканского и регионального законодательства с участием депутатов парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии. Мы настояли на вовлечении в деятельность этой комиссии международных экспертов Совета Европы и ОБСЕ. Важнейшая задача исполнительного комитета во внешних связях – это укрепление экономических, гуманитарных связей с международными партнерами. В этом году были заключены соглашения о сотрудничестве с девятым по счету регионом Краснодарским краем Российской Федерации. В рамках официальных визитов Башкана были подписаны планы мероприятий с 2016 по 2018 год с Республикой Татарстан и Санкт-Петербургом. Все подписанные документы носят практичный характер и предполагают насыщенную программу сотрудничества. Уже есть первые результаты. Так, в ходе личной встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко была достигнута договоренность о безвозмездной передаче автономии ценного груза. Речь идет о 20 мини-тракторах для коммунальных служб, трех машинах скорой помощи, одной пожарной автоцистерне, медицинском оборудовании и препаратах. Прибытие груза намечено на начало будущего года. По приглашению администрации Санкт-Петербурга наши виноделы и производители текстильной продукции приняли участие в международной выставке «Российский промышленник». О высоком интересе Гагаузии говорит уже тот факт, что экспозицию гагаузских вин лично осмотрел и продегустировал губернатор. Перспективные контракты на будущий год удалось заключить комрадскому предприятию, которое шьет женскую одежду под собственным брендом. В конце ноября в Гагаузии с ответным визитом находилась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Сергеем Николаевичем Мовчан. В состав миссии вошли главы специализированных служб, врачи, деятели культуры, предприниматели. Работа миссии была очень плодотворна. Состоялись расширенные встречи гагаузского бизнеса с вице-губернатором и профильными ведомствами Петербургской областной администрации. Наши предприниматели смогли напрямую узнать нюансы осуществления экспортных поставок и реализацию готовой продукции в Санкт-Петербурге. Более 350 пациентов продиагностировали врачи из Санкт-Петербурга. В Камраде прошли выступления российских артистов мировой величины. Еще одна машина скорой помощи и пожарная автоцистерна нам будут переданы правительством Московской области. Вместе с техникой Московская область нам передает инвалидные коляски, слуховые аппараты и литературу для школ и библиотек. На территории Московской области строится крупный логистический центр «Агусмаркет». Этот центр объединит в себе холодильные склады, упаковочные цеха, выставочные и торговые площади. На его территории начнет функционировать и представительство Гагаузии. Мы рассчитываем, что воспользовавшись услугами у госмаркета, гагаузским и молдавским производителям будет проще реализовывать свою продукцию на российском рынке. Высокую заинтересованность к экономическому сотрудничеству с Гагаузией высказали наши партнеры в Татарстане. Президент Татарстана Рустам Нургалевич Миниханов обозначил интерес относительно зоны свободного предпринимательства производственный парк «Волконеж». Эта площадка могла бы стать важным инструментом в продвижении продукции татарстанских предприятий на рынке Европейского Союза и Ближнего Востока. Достигнута договоренность о закупке в Гагаузии первой партии семян ранеспелых сортов кукурузы татарстанской компании «Рацин». Если наши семена подойдут для агроклиматических условий Татарстана, партнеры готовы ежегодно закупать до 1000 тонн семенного материала. Укрепляются двусторонние связи с дружественным народом Республики Беларусь. В минувшем июле в присутствии президентов Молдовы и Беларуси состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Минской областью. Договора по братимстве заключили администрации Чедерлунского и Быховского района, а также села Копчак и город Быхов. Благодаря экономической кооперации с белорусскими партнерами в ТАМАЕ была налажена сборка тракторов из комплектующих Бавруського завода тракторных изделий и агрегатов. На территории Гагаузии под патронатом Туркменской Республики строится важный инфраструктурный проект «Детский сад» на 160 мест в Чешмекёве. В настоящий момент подняты два этажа, ведется перекрытие крыши. В январе начнутся внутренние работы. Сдача объекта запланирована на конец 2016 года. Успешная реализация этого проекта дает надежду на реализацию новых проектов в Гагаузии и Туркменистане. В конструктивном ключе велась совместная работа Исполнительного комитета и Народного собрания Гагаузии. За 9 месяцев нами были подготовлены и направлены депутатам Народного собрания 15 законодательных инициатив, внесены поправки в ряд нормативных актов. Хочу выразить слова благодарности, признательности всему депутатскому корпусу и лично председателю Народного собрания Дмитрию Георгиевичу Константинову. Законодательные инициативы исполкома рассматривались депутатами оперативно и беспристрастно. Во всех вопросах депутаты руководствовались интересами своих избирателей и народа Гагаузии в целом. По обоюдному согласию Исполнительного комитета и депутатов Народного собрания в выходящем году на капитальные уложения была направлена значительная сумма из регионального бюджета – более 15 миллионов лей. За счет этих средств во всех населенных пунктах Гагаузии были проведены работы по реабилитации транспортной и социальной инфраструктуры. Так, в Джалтае средства были направлены на реконструкцию отопительной системы детского сада. Во Вдарме – на строительство двухэтажной пристройки к зданию детского сада на 50 мест. В Кирсово – на реконструкцию стадиона. В Копчаке – на капитальный ремонт детского сада. В Кангазе – на ремонт отопительной системы и замену окон в одном из детских садов. В Вулканештах приобрели специальную технику для коммунального хозяйства. В Чедерлунге – отремонтировали здания районной администрации. В Камрате – деньги были направлены на проектирование строительства напорного коллектора и Центра детского творчества. В Русской Киселии, Котовском, Дизгинже, Этулии, других селах обустроили дороги с щебеночным покрытием. Более миллиона лей получило самое маленькое село в Гагаузии – Карбалия – на строительство артезианской скважины и прокладку новых водопроводных сетей. Проведены работы по освещению улиц в Буджаке, Светлом, Киритлунге. 300 тысяч лей было выделено на ремонт главного корпуса и модернизацию системы паения лошадей на каниферме от Пролин. Это далеко не полный список. В соответствии с программой распределения средств Дорожного фонда, 10 миллионов лей было выделено на ремонт дорог местного значения. Продолжается совместное выполнение дорожной карты агентствам по развитию ТИКа и исполнительным комитетам. Благодаря щедрой помощи братского турецкого народа был завершен ремонт и закупка новой мебели для детского сада «Ивушка» в городе Чедрелунга. Реконструирован один из корпусов детского сада в селе Копчак. Построено футбольное поле с искусственным покрытием в Кангазе. Реализуются проекты по поддержке овцеводов и козоводов. В будущем году начнется возведение нового корпуса Камрадской районной больницы, строительство здания регионального лицея и круглосуточного детского сада. При поддержке агентства ТИКа, спонсорской помощи и собственных ресурсов состоялся первый международный инвестиционный форум в Гагаузии «Гагаузия Инвест». В этом масштабном мероприятии приняли участие сотни предпринимателей из восьми стран. Были представлены десятки перспективных инвестиционных и бизнес-проектов, заключены первые договора о сотрудничестве. К примеру, Гагаузское предприятие «Буджак Агросервис» и «Бобрусский завод тракторных изделий и агрегатов» договорились о создании совместного предприятия по сборке белорусских тракторов в селе Тамай. Первая партия из семи тракторов уже закуплена местными властями и аграрными хозяйствами. К сборке второй партии предприятие приступит после новогодних праздников. Примария Камрата и владельцы сети отелей «Атаман Групп» достигли договоренности о строительстве современного гостиничного комплекса. Проект также включает в себя развлекательный центр, детскую площадку и ресторан. Высокую оценку получили проекты по созданию торгово-упаковочного дома Гагаузии для последующего экспорта сельскохозяйственной продукции, строительства солнечной электростанции в городе Чадар-Лунга мощностью в 40 мегаватт. Международный инвестиционный форум выполнил и другую важную функцию – налаживание доверительных, партнерских отношений между властью и бизнесом. Выполнению этой задачи способствовали и другие меры, предпринятые экономическим блоком. Заработал экономический совет, куда вошли руководители ведущих предприятий Гагаузии, представители среднего и малого бизнеса. Мнение деловой среды учитывается при реализации бюджетной и налоговой политики, выработке стратегии социально-экономического развития автономии. Проведен традиционный конкурс «Предприниматель года». 25 победителей конкурса получили освобождение от налоговых проверок на год. В уходящем году по инициативе исполкома был разработан проект закона о внесении поправок в закон Гагаузии об инвестициях и инвестиционной деятельности. Подготовлена программа поддержки и развития малого бизнеса в Гагаузии. Утверждено положение об организации и функционировании офиса «Единого окна». Проведена работа по открытию в агентство регионального развития Гагаузии. Был введен в оборот товарный знак «Гагауз-Малары». Знак уже используется двумя предприятиями, рассматриваются заявки и от других экономических агентов. Усилия исполнительного комитета по оживлению экономической активности в регионе дают ощутимый эффект. По данным на 1 октября в Гагаузии зарегистрировались 7232 экономических агента, из которых 119 начали свое дело в этом году. Благодаря прямым переговорам из полкома с Роспотребнадзором и Россельхознадзором доступ на российский рынок получили 23 агрокомпании и 11 винодельческих заводов из Гагаузии. По данным на 1 октября наши аграрии уже реализовали на российском рынке 648 тонн столового винограда. 465 тонн персика, 335 тонн сливы, 350 тонн яблок, 40 тонн абрикос. Напомню, до лета текущего года экспорт плодовощной продукции из Гагаузии в Российскую Федерацию был заблокирован. За этот же период наши винодельческие предприятия экспортировали в Россию алкогольную продукцию на общую сумму в 137 миллионов лей. Это на 20% больше по сравнению с первыми 9 месяцами прошлого года. В целом, за 9 месяцев уходящего года экономические агенты Гагаузии осуществляли экспорт в 41 страну мира. Общий объем товаров, произведенных в Гагаузии и реализованных за пределами страны, составил в денежном выражении 1 миллиард 162 миллиона леев. Это на 18,4% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Важно подчеркнуть, что данный показатель по Республике Молдова, напротив, снизился на 16%. По сравнению с прошлым годом увеличился удельный вес экспорта в стран СНГ на 7,8% пункта. Прежде всего, за счет роста экспортных поставок в Россию и Беларусь. Всего на восточные рынки пришлось 33,5% экспорта или 389 миллионов леев. На страны Европейского Союза пришлось 47,3% от общего объема экспорта. В денежном выражении это 550 миллионов леев. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Значительно возрос объем экспорта в Грецию, Литву, Австрию, Румынию, Германию. Турция и другие страны заняли в структуре нашего экспорта 19% или же 223 миллиона леев. Это на 13% больше, чем в прошлом году. На доле пяти групп товаров приходится почти 88% объема гагаузского экспорта. В том числе алкогольная продукция занимает почти 42%, подсолнечник 16%, швейные изделия 16%, стекольные изделия 7,5%, нефтепродукты 5,5%. За первые 9 месяцев доходная часть бюджета Гагаузии предусмотрена в объеме 397 миллионов 274 тысяч леев. Объем трансфертов из центрального бюджета составил за этот же период 217 миллионов 858 тысяч леев. Отставка трех премьер-министров подряд, отсутствие постоянного правительства и устойчивого парламентского большинства в Молдове ставят под угрозу выполнение всех социальных обязательств государства перед населением. В условиях беспрецедентного финансового и экономического кризиса дефицита национального публичного бюджета ряд социальных значимых статей в бюджете Гагаузии были покрыты, обратите внимание, за счет собственных доходов. За период с 1 мая по 30 ноября текущего года налоговые отчисления в национальный публичный бюджет составили более 287 миллионов лей. Это на 4% больше запланировано показателем. Таким образом, план отчислений в государственный бюджет был выполнен на 127%, в центральный бюджет Гагаузии на 104%, в социальный фонд 103%, в фонд медицинского страхования на 102%. В два раза сократились налоговые недоимки с 53 миллионов 600 тысяч лей до 27 миллионов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые отчисления в национальный публичный бюджет увеличились на 111%. Структура расходной части бюджета сохраняет социальную направленность. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов за 9 месяцев 2015 года по-прежнему составляет расходы на образование. 63% или 223 миллиона лей. Культура и спорт 9,6% или 34 миллиона лей. Социальное обеспечение 6% или 21 миллион леев. По данным на сентябрь текущего года средимесячная заработная плата работающего в экономике Гагаузии составила 3497 лей и увеличилась по сравнению с сентябрем 2014 года на 5,4%. При этом уровень безработицы составил 4%. Огромное внимание уделяло в сфере социального обеспечения и здравоохранения. По предварительным данным за 9 месяцев 2015 года на территории Гагаузии родилось 1339 детей, умерло 1233 человека. Естественный прирост составил 106 человек, что больше чем в аналогичный период 2014 года на 44 человека. Через фонд социальной поддержки населения оказана помощь 5401 жителю Гагаузии на приобретение медикаментов и продуктов питания. В сумме более 3,2 млн. леев. Начало зимы принесло малоприятные новости для всех потребителей в Молдове. Национальное агентство по регулированию в электроэнергетике резко повысило тарифы на электроэнергию и природный газ. Исполнительный комитет принял беспрецедентное решение взять на себя ответственность за материальное положение уязвимых слоев населения. Уже в будущем году в течение отопительного сезона с января по март, с ноября по декабрь более 4 тысяч малоимущих семей Гагаузии получат суммарную компенсацию в 500 лей. Под эгидой исполнительного комитета в Камрадской районной больнице был осуществлен ремонт и закуплена новая мебель в педиатрическом отделении. Завершаются работы в инфекционном отделении. Разблокированы работы по строительству нового хирургического корпуса. Для этого пришлось выплатить строительным организациям задолженности на сумму в 3 миллиона лей. В настоящий момент ведутся работы по монтажу кислородного оборудования, вентиляции и электрооборудования. Исполком и Народное собрание направили полмиллиона леев на покрытие исторических долгов Вулканежской районной больницы, чтобы не допустить финансового паралича учреждений. Проведены работы по утеплению хирургического и перинатального центра Чедоргунской районной больницы в партнерстве с фондом энергоэффективности. При этом, контрибуция исполкома составила более миллиона лей. Подходит к концу ремонт центра здоровья в Казаклии. До конца года откроет свои двери офис семейного врача в селе Буджак. Минувшим летом в семи оздоровительных лагерях Гагаузии отдохнули более 2,5 тысяч детей школьного возраста. На эти цели было выделено 5 миллионов 250 тысяч лей. Для 50 детей призеров Олимпиад был организован отдых в Румынии, Болгарии и Российской Федерации. В Камрате 60 детей абсолютно бесплатно посещали уроки плавания в течение июля и августа месяцев. При финансовой поддержке правительства Эстонии в столичном лице имени Третьякова заработала площадка дорожной безопасности. На этой площадке ведется обучение детей и младших классов основным правилам дорожного движения. В рамках проекта Антем и других программ в ряде детских садов и школ автономии ведется углубленное изучение государственного и гагаузского языков. Во всех районах гагаузии созданы методические отделы главного управления образования с целью локализации образовательной системы гагаузии. На высоком уровне в уходящем году проходило и патриотическое воспитание молодого поколения. К 70-летию Великой Победы в сотрудничестве с Международным союзом «Наследники Победы» прошли акции памяти в Камрате, Волконештах и Тамайе. 120 молодых лидеров из всех населенных пунктов гагаузии участвовали в региональной летней школе «Гагаузия. Автономия молодежи». Мы гордимся нашими спортсменами, которые заняли призовые места в уходящем году. Это Петр Янулов, серебряный призер первых европейских олимпийских игр в Баку. Футболист Вячеслав Посмак, ставший лучшим защитником молдавского футбола 2015 года. Дмитрий Ватаман, бронзовый призер среди юношей по боксу в чемпионате Европы. Николай Лесников, занявший третье место на первенстве Европы по вольной борьбе среди кадетов. Анастасия Еренес, бронзовый призер на чемпионате Европы по самбо среди кадетов. Олег Каран, занявший второе место на международном турнире карате в Румынии. Екатерина Кольчик, победитель открытого чемпионата гагаузии по тяжелой атлетике. Валерий Сырбу, чемпион Молдовы по боксу. Это и команда юных теннисистов из Авдормы, показавшая высокие результаты на отечественных и международных турнирах, и многие другие наши спортсмены. С перерывом в несколько лет в автономии возобновлены чемпионаты по баскетболу, настольному теннису, волейболу, шашкам и другим спортивным дисциплинам. В октябре в гагаузии впервые проведен велопробег с участием профессиональных спортсменов и всех любителей активного образа жизни. Продолжается поэтапная реконструкция регионального стадиона и молодежного центра. На эти цели выделено 540 тысяч лей. На стадионе отремонтированы бетонные основания трибун. Установлены пластиковые сидения, турники, брусья. Восстановлено ночное освещение футбольного поля. Расчищена и облагорожена прилегающая территория. В молодежном центре завершается ремонт спортзала и фойе. В уходящем году творческие коллективы гагаузии приняли участие в 21-м международном фестивале и конкурсе, где заняли три гран-при, три первых места, два вторых и третьих места, 11 почетных дипломов. Ряд высоких наград был завоеван и на национальных фестивалях. На качественно новый уровень подподнят традиционный фестиваль вина гагауз-шара-юртусу. Гости праздника не только продегустировали наши прекрасные вина, но и смогли прикоснуться к нашим народным традициям. Настоящей изюминкой фестиваля стала хора дружбы. Ее исполнили вместе с артистами несколько сотен зрителей. Под эгидой исполнительного комитета состоялся ряд других знаковых культурно-развлекательных мероприятий. Концерт по случаю Дня России, Дни российского кино, свидание с Россией, гастроли Турецкого театра, концерт петербургского дуэта с мировым именем Темпаралис. В исполнении Большого симфонического оркестра и хоровой капеллы телерадио Молдова был записан в профессиональном исполнении гимн Гагаузии. Успешно внедряется проект новотека по обновлению библиотечного фонда и оснащению компьютерной техникой 15 библиотек Гагаузии. Региональная библиотека выиграла грант по оснащению 10 компьютерами и оргтехникой. 8 сельских библиотек получили стационарную технику. Еще 6 библиотек на селе – планшеты для читателей детского возраста. Библиотечный фонд Гагаузии удалось обновить за счет подаренных посольством России 4700 экземпляров художественной литературы. Научный и исследовательский центр имени Марии Васильевны Маруниевич продолжает проекты по развитию гагаузского языка и культуры. В центре ведутся бесплатные курсы для государственных учреждений, работников бюджетных учреждений и других заинтересованных лиц по изучению гагаузского языка. За этот год подготовлены к изданию и вышли в свет новая редакция правил и орфографии гагаузского языка «Букварь Чушмичик» – учебное пособие «История родного края Буджак Гагаузия» для пятого класса, очерки из «История гагаузского народа», сборник докладов о народных традициях «Ковраткачество», «Гагаузские узоры» и другие книги. Ведется работа над англо-русско-гагаузским словарем экономических терминов и иными актуальными монографиями. Уважаемые соотечественники, позади девять месяцев напряженной работы нашей команды в исполнительном комитете. За это время удалось сделать многое. Мы сохранили мир и гражданское согласие в нашем общем доме Гагаузии. Мы заставили Центр считаться с мнением народа Гагаузии. Мы вернули доверие внешних партнеров. После долгого перерыва наши фрукты и овощи, наша алкогольная продукция возвращается на российский рынок. Реализуются масштабные социальные и инфраструктурные проекты во всех населенных пунктах Гагаузии. Совместными усилиями Исполнительного комитета, Народного собрания, местных властей, всеми жителями нашей автономии мы стремимся к нашей общей цели – сильной и процветающей Гагаузии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин